Приветствую, приветствую всех, кто смотрит то, что я делаю, то, что показываю, какие-то новости, поэтому всем здравствуйте. И сегодня, именно сегодня, хочу предложить вашему вниманию француженку, это фреймбэк La Populare. Все, наверное, знают такую модельку, она довольно-таки распространена в мире. Была в те времена и до сих пор, как бы, их количество нередко. И вот одна из таких вариантов перед вами. То есть, бритовку я не реставрировал. Она сама в таком вот состоянии. То есть, реставрации было ноль, с моей стороны. С моей стороны была только заточка. Та заточка, которая уже давно, не так уж давно, но все же многих-многих радует результатами. А вот это лезвие, фреймбэк, вставленное, вот, если вы можете видеть на видео. То есть, не псевдо, а натуральный. Доставлен был из Франции. То есть, из Франции приехал вот ко мне. Для чего я все это сделал? Давайте я вам сразу скажу, для чего я это сделал. Вообще, для чего мне этот фреймбэк? Он мне нафиг не нужен, если честно. Он мне нужен только для одного. Это замерить его ширину, полную ширину и ширину полотна. Это я сделал для того, чтобы мне, как бы, сделать что-то близкое к вот такому французскому фреймбэку. Близкое по размерности. Потому что у меня есть такая привычка завышать особенно ширину. Вот именно ширину. То есть, изначально, я когда начал делать первые эти пробники фреймбэков, они у меня были шириной, то есть, как вы объясните, вот, в принципе, во всю ширину вот этого вот клинка. Во всю ширину. А сейчас покажу, чтобы понятнее было. То есть, от острия и до обушка. Вот такую ширину я начал изначально делать. Потом чувствую, что тоже что-то не то. И подумал, ну, а дай-ка я сравню. И сравню вживую. Это лучше, чем по каким-то там картинкам, разговорам и прочим делам. То есть, вот эта вот ширина намного уже, чем я начал изначально производить. И это радует. Потому что, чем меньше вот эта ширина, тем меньше для меня работ. Сделать свои фреймбэки. Пускай псевдо, но свои. И это радует, потому что чуть меньше обработки, чуть меньше напряга и чуть меньше цена итоговая. Это вот единственная причина, по которой я его из Франции сюда выдернул. Вот. Давайте покажу надписи для любителей, специальных любителей чего-нибудь импортного и старого. Я, ля популяр, то есть, как в переводе, популярная. Ну, это так французы решили. Дальше. Ох ты, с моими перечасками пальцев. А? Можно телефон открывать. Сейчас я протру. Чуть-чуть это место. В переводе. В общем, какая-то косилка. Коса. Коса-косилка. Переводится. Отвыковка. Париж. То есть, Париж. Какая-то вся подтертая. Удивила геометрия, что с тех пор она на месте. Она не потеряна. И делаю выводы из этого, что... Я вообще не все надписи показал для особо любителей прям. Что означает 59, не знаю. Может год, может нет. И тут так же на хвосте. Блин, где? Нет, 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 нет. Сейчас, секунду. Я потерялся. Ляжу через мониторчик. Франция. Тут ничего. Все. Вот. То есть, навевает два варианта развития событий. Почему геометрия не потерялась за столько лет. У бритвы, которая должна ее была потерять, если ей бы пользовались. Это я заточку показываю свою. Вариант первый. Она просто лежала. И ей никто не пользовался. Сразу же... То есть, мысль какая-то такая получается. То есть, мол, какого перепугу-то ее тогда купили, чтобы она просто лежала на полке. Ну, ответов на это может быть там множество. И одно из них там, допустим, ну так вот получилось, ну судьба, судьба, судьбинушка так вот распорядилась, что она лежала на полке. Давайте вот так вам поближе. Вот. Второй вариант, может, у человека было много бритв, и для нее очередь тупо не доходила. И третий вариант, что у человека была мягонькая щетинка, и он ее, в принципе, не точил. Ну, судя по бритве, вообще ни разу. То есть, как вот заводская там заточка вот эта была, так она и есть. То есть, получается, что купил бритву он заводской заточкой, вот этот француз, и брил с одной и той же заточкой, просто провел на ремне. И это здорово. И это здорово. Значит, он все делал правильно. И... То есть, бритвка служила верой и правдой. То есть, вариантов может быть много, что именно послужило вот такому сохрану, какой вот сейчас он есть, вот перед вами, непонятно. Да, по поводу шайб. Я тут задумывался по поводу уменьшения диаметра шайб, потому что у меня тут пару раз уже, как бы, поступали такие вот замечания. Это не упреки, это замечания о том, что у меня шайбы большие. Они небольшие, они крепкие. Те, что я произвожу, на данный момент, шайбы. То есть, шайбы это то, что, то, что вот тут, вокруг лепки. Понимаете, да? И они крепкие, они мощные, они рассчитаны под то, чтобы бритва не была ломкой. Но некоторых людей это, как бы, не радовало. И ради вот этих людей я сейчас произвожу приспособление, которое будет рубить у меня шайбы. Значительно меньше по диаметру наружному, чем на данный момент это рубится. Это я сделал еще и больше, ну, как бы, и для себя. То есть, чтобы было и так, и так. Это вот более миниатюрные шайбы по наружному диаметру интереснее смотрятся на узких бритвах. На широких бритвах они будут смотреться, как что-то недо-недо. В общем, все будет в соответствии с размерностью. И я также, также продолжаю работать с фреймбэками своими. Пускай псевдо. Как по мне, так они интереснее псевдо. Но все же, все же, все же работаем. А сейчас я вам покажу. Наверное, уже стало, как это уже обычно. То есть, рез волоса. Давайте я покажу, что она режет. Потому что многие, многие очень верят моему слову. Знают, что я, если сказал, значит, так оно и есть. Это правда. Но, если есть люди, которые не верят, для вас видео с тестом реза волоса. Ну вот, я взял волос в руку. Открыл бритву. На этом сделал паузу, чтобы не затягивать ваше внимание на ни о чем. Ух ты. Ну ладно. Получилось распустить первое движение. Просто я его прозевал. Ну, мне это не важно. Мне главное, что он отпадал без сопротивления. То есть, когда волос касается бритвы, это не должно чувствоваться. Этот самый момент, этот обрубание. Момент перед тем, как он обрубится. Чувство. Не должно быть никакого. Оп. раздвоил. Четко раздвоил. На две части. Как она точилась. Что я могу сказать, как она точилась. Так, как все бритвы точилась. Сейчас второй голос возьму. Руки просто я что-то теряю. Ага. Точилась обыкновенно. Ничего не выравнивал, не подгонял, не правил. Просто заточил. Она уже вся ровная. И это порадовало. Ну-ка, пока попрямей волос-то. Распуск. Нет. Видите, на бритве осталось. Опал. Попытка номер два. Нет. Битва настолько острая, что она даже распускать не хочет. Просто малейшие касания. Вот просто малейшие касания. И волос уже лежит вон там в коробочке. Отпал, как говорится. В какой загнутый. Ну и последнее движение обрубком. Вот как-то так. На этом обзор получается как бы законченным. И встречайте эту бритвку на сайте. Развешу ее в раритетных бритвках. Там есть такой у меня раздел. Пока я сейчас пойду займусь прочими-прочими делами. Которых у меня очень много. В последнее время. Которые очень-очень невыгодны. Очень трудоемки. Очень бесплатные. Но дела. А дела это такая штука, которую нужно делать. Если их не делать, то не сделают тебя. Вот как-то так. На этом всем пока. Увидимся. Спасибо.